МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После возвращения Владимира Ленина из долгой эмиграции большевистское подполье перешло куда более активным действием, чем в первый месяц после февральской революции. Причиной этого стала работа лидера партии, который разработал план перерастания буржуазной революции в социалистическую. Одна из важнейших для большевиков статей Ильича о двоевластии появилась на страницах правды в день рождения Ленина 22 апреля 1917 года. Глава РСД РПБ сурово критиковал временное правительство, называя его буржуазным. Олигархическую власть министров князя Львова, по мнению Ленина, следовало свергнуть. Однако сделать это нужно было только после того, как поддерживать временщиков перестанет Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. О том, что рано или поздно это произойдет, позволяли судить последние новости. В тот же день, 22 апреля, руководство Петросовета неодобрительно высказалось об аграрной политике Временного правительства. Крестьянскую землю рабочие и солдатские депутаты призывали взять под государственную охрану, а вернувшихся с фронта бойцов предлагали отправить на полевые работы, чтобы разрешить продовольственный кризис. Противоречия между временщиками и советами нарастали. До Октябрьской революции оставалось 199 дней. Редактор субтитров А.Семкин